Уважаемые зрители, не пропускайте новые выпуски на ОМТВ. Подпишитесь, настройте оповещение обновлений, пишите свои мнения в комментариях. Ваши просмотры, лайки, репосты и комментарии – неотъемлемая составляющая существования проекта. Даже если весь мир выступит сегодня против Лукашенко, он все равно станет президентом, если он этого захочет. Скажу, что лично у меня интерес к нарастающему белорусскому кризису все больше заслоняется вопросом. А что при виде этого кризиса происходит в головах российских вождей? Не захотят ли оказать братскую помощь? Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? Оружие. Много оружия. Вряд ли они сами точно знают, как поступят через пару недель. Но это ведь не убавляет беспокойства. Скорее, наоборот. Под вопросом не только судьба белорусского народа. Я им сказал, поймаю, оторву яйца. Вспомним, что до разрыва с Украиной и сопутствующих ему мероприятий, россияне жили в одной стране, а с 2014-го живут в другой. Должно быть не тот год. Когда без малого 7 лет назад в Киеве стала разгоняться революция... Украине. 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 Российские руководители, конечно, следили за ней с растущим ожесточением. Но к действиям перешли только тогда, когда убедились, что тамошняя власть пошла в разнос. Что плохого, что я поддерживал? Скажите. Что вы поддерживали? Что я поддерживал этих страусов? Что плохого в этом? А приходящий ей на смену режим сочли кратковременным явлением. Удивись! Без двух этих выводов, из которых один был верным, а другой нет, ни крымская, ни тем более донбасская операции просто не состоялись бы. Даже если их планы и были заготовлены заранее. Наряду со многими прочими разработками, которые сочиняются на случай разных неожиданностей и спокойно лежат в запасниках. Ситуация остается сложной. И, что называется, может качнуться в любую сторону. Что же до российского общественного мнения, то оно несколько месяцев, вплоть до февраля 2014-го, следило за украинской революцией, скорее, с одобрением. Майдан очень вдохновил россиян. Я помню, когда происходил Майдан, мы в Москве не спали, мы смотрели, следили по интернету, что там происходит, очень переживали. И нам очень хотелось победы. Вот когда произошла победа Майдана, когда свалили жулье, вот этого жулика с золотыми батонами, свалили, это была настоящая феерия, в российском обществе была феерия. То есть люди, они просто вдохновение почувствовали. А Владимир Владимирович не может такого допустить, чтобы кто-то там вдохновлялся от того, что вот практически один и тот же народ, что у кого-то получилось. Поэтому он испугался. И ему нужно, чтобы там была нестабильность, чтобы там была война, чтобы там лилась кровь, чтобы в головах у обычного россиянина закрепилась такая последовательность действий. Майдан снял вора, значит, будет кровь, будет гражданская война, будут всякие безобразия. Потом крымский восторг мгновенно перечеркнул симпатии к свободолюбию дружественного ранее народа. Восторг утих, но его помнят. А вот перелом настроений, который ему предшествовал, забыт. Сравним с тем, как российские верхи и низы смотрят сейчас на то, что происходит в Беларуси. За Тихановскую, по-моему, такая фамилия, конечно. Это единственный шанс, единственная надежда вообще белорусов на будущее, на развитую страну, на какой-то свет, помимо тирана, который 30 лет у власти. Лукашенко не Янукович. Отношение к нему не только у Путина, но и у всего российского правящего слоя, думаю, близко к ненависти. Но пока он удерживает все рычаги и бряцает оружием, как только что сделал в своем обращении к народу, помните, у нас есть и армия, и полиция, и спецслужбы, независимость стоит дорого. Его вряд ли станут трогать. Но все ли рычаги у него нынче в руках? Это будет видно уже через пару дней после президентских выборов. Не говоря уже о том, что чисто биологический правитель соседней страны амортизируется на глазах. Произнося свою воинственную речь, он выглядел совсем не блестяще. Преступников выпустим, чиновников посадим, и милицию разгоним, военных загоним в 90-е. Они боялись тогда, я тоже был военным, стыдно было одеть военную форму и выйти в город-герой Минск. Здесь нам это сегодня предлагают. Тем не менее, 9 августа Лукашенко объявит о своей победе. Не стану участвовать в гаданиях, насколько сильно и успешно ему станет возражать белорусский народ. Но саму возможность скорого кризиса и даже распада тамошнего режима не отрицает, кажется, никто. Всех это касается, и все хотят перемен. Ну и получалось, что все благополучно было к нему. А сейчас уже все совпало, что так, что, я не знаю, мне кажется, что в этом году уже, если даже он попытается что-то сделать, то все равно это останется. Это как жена с любимым мужем. Если эта возможность реализуется, если Кремль увидит или вообразит, что белорусская властная машина не работает, как он на это ответит? Или он уже отвечает? По-моему, нет. Только еще приглядывается. История с тремя десятками арестованных вагнеровцев очень любопытна, но вряд ли обозначает некий решающий шаг. Их было слишком мало, чтобы повлиять на события. А там еще украинский след приплели. Эти эффектные кадры от начала и до конца срежиссированная провокация украинских спецслужб. Тщательно подготовленный спектакль. Думаю, решение на сегодня не принято. О чем, возможно, говорит и сама стилистика официальной реакции Москвы на этот скандал. Высмеиваемые в России бестолковость и бессвязность протестов лавровской дипломатии, ее жалобный и заискивающий тон, говорят скорее о том, что она не получила свыше никаких указаний. А указаний, возможно, нет, потому что нет решений. И колебания понятны, ведь если братца за дело всерьез, то нужны зацепки. Но с ними проблема. Беларусь довольно однородна, в ней нет своего Крыма. Если надумают ее оприходовать, то скорее уж целиком в форме братской помощи, осуществленной по просьбе группы местных государственных деятелей, то есть по чехословацкому сценарию 1968 года. Однако это было бы довольно-таки крупным и во всех смыслах дорогостоящим мероприятием. Хотя местные госдеятели-просители в таких случаях всегда находятся. А страх перед гневом и местью Запада сейчас, возможно, не так велик, как в 2014-м, когда его пришлось перебороть впервые. Даже посмотрите на все это альтернативное движение, на того же Цепкало, который, сидя в Киеве, написал письмо, открытое Путину, с желанием, с просьбой поддержать честные и свободные выборы в Беларуси. Ну это же абсурд. Тем более, говорун Трамп и готовящиеся к отставке Меркель вряд ли рискнут зайти дальше, чем трусишка Обама и та же Меркель в прошлый раз. Разве что отключит Свифт. Да, это стало бы тяжелой неприятностью почти для всех российских общественных этажей. Но узкий круг тех, кто принимает в Россию решения, научился стойко переносить невзгоды подданных. Правда, в 2014-м бурная радость заслонила для рядовых российских граждан ощущение надвигающихся невзгод. А на этот раз добиться того, чтобы их восторг стал по-настоящему сильным, вряд ли получится. Стали бы вы лучше жить, если бы Беларусь была присоединена к России? Я думаю, мы стали бы жить лучше, если была бы ротация власти, если бы пришли новые люди, молодежь. Я думаю, мы, возможно, стали бы жить лучше. А связи между Беларусью и Россией я не вижу. Гондурас присоединить, Беларусь, что угодно. Ну, чего лучше-то будет? Ничего не будет, ничего не изменится. Вот что может измениться? Вот посвященный белорусским президентским выборам опрос фонда «Общественное мнение», проведенный три недели назад. Объясняя свои результаты, опросная служба никоим образом не подводила к выводу о равнодушии россиян к событиям в соседней стране. Но цифры говорят сами за себя. Да, 45% опрошенных заверили, что следят за ситуацией вокруг президентских выборов. Внимательно или хотя бы не очень внимательно. И примерно половина респондентов сообщили, что предпочли бы победу Лукашенко. Остальные в большинстве затруднились с ответом. Но подлинную цену этого интереса к белорусским событиям раскрыли ответы на элементарнейшую просьбу «Назвать месяц и год тех самых выборов, о смысле которых каждый второй российский гражданин готов что-то сказать». Правильный ответ август 2020-го дали 3% опрошенных. Неправильный – 4%. А 93% вообще затруднились сказать хоть что-то. Налицо явное и глубокое равнодушие. В добавление стоит сказать, что на вопрос «Одобрят они или осудят переизбрание Лукашенко на новый срок» 70% молодежи, тех кому 30 лет или меньше, ответили, что им это безразлично. А по всей выборке доля таких – 45%. Хорошо это или нет, но сейчас, в отличие от 2014-го, россияне с апатией взирают на то, что происходит у соседей. А вывести из равнодушия труднее, чем из гнева или радости. Вряд ли сограждане возликуют намного сильнее, чем жители Минска, если российское начальство рискнет пойти на братскую помощь. Надеемся, все же не рискнет, но вероятность явно не равна нулю. И если такое произойдет, то быстро выяснится, что 2020-й не очень-то похож на 2014-й. Белорусский кризис никуда не денется и станет неотъемлемой частью и усилителем общероссийского. Ну, будешь ты, ты подделаешь себе голоса, но ты больше года не проживешь. Неужели ты это не понимаешь? Уйди ты, красивый, ты потеряешь больше через год, чем ты уйдешь сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok